Добрый день, уважаемые зрители канала «Двигатели Дуйнова» и все участники проекта «Соволмаш». С вами, как всегда, Александр Сударев, и сегодня мы затронем одну очень важную, я бы даже сказал, животрепещущую тему. Я думаю, многие из вас знакомы с таким понятием, как лохотрон. Дело в том, что это один из видов мошенничества, и одно из таких проявлений дошло до «Соволмаш». Давайте поподробнее разберемся, что же произошло и как с этим бороться. На данный момент мы с вами проживаем в век развития информационных технологий. И я думаю, не секрет, что в обиход жизнедеятельности человека плотно зашло такое явление, как банковские карты. Я имею в виду пластиковые карточки, это дебетовые карты, зарплатные и кредитные. На счету данных карт располагаются определенные денежные суммы. Они могут быть маленькие, они могут быть большие, это не важно. И человек должен взаимодействовать с сотрудниками банка, в котором он обслуживается, для того, чтобы получать доступ к определенным услугам, информированию и так далее. Так вот, на сегодняшний день мы рассмотрим пример мошеннических действий с группой лиц, которые представляются сотрудниками Сбербанка, а в частности сотрудниками безопасности. Они связываются с клиентами Сбербанка, которые имеют пластиковые карты. Видимо, у них есть база с перечнем тех лиц, которые пользуются данными услугами. Звонят, представляются сотрудникам и утверждают, что на сегодняшний день произошла утечка базы данных. Вам необходимо не обращаться к сотрудникам Сбербанка, так как проблема кроется именно в этом. То, что с вашей карты в данный момент произошло снятие средств, суммы, скажем, к примеру, 4 тысячи рублей на территории Владивостока. Хотя вы сами находитесь в Москве, к примеру, либо в любом другом городе. Также они могут задать вам вопрос, пользуетесь ли вы мобильным приложением, какая операционная система установлена на вашем смартфоне, iOS, Android, либо что-то еще, и начать задавать определенные наводящие вопросы. Апогеем всего этого может стать несколько вещей. Первое. Вас могут спросить о вашем кодовом слове, о предоставлении номера карты, защитного кода, который располагается с обратной стороны вашей пластиковой карты. Ни в коем случае нельзя сообщать эти данные. При этом мошенники дошли в своей деятельности до, ну, действительно высокого профессионализма. Если раньше вы, как правило, общались с одним представителем данной группировки, то сегодня вы можете общаться сразу с несколькими представителями. Вам включат фоновый шум, якобы человек сидит в оживленном офисе, там идут оживленные переговоры, скажем так, наводят важности. При этом вас могут переключать по разным операторам с одного отдела на другой для выполнения разных операций. У вас могут затребовать определенные какие-то данные, и если вы их скажете, то вам могут приходить сообщения с номера 900, вам могут предложить перевыпуск карты и так далее. И в целом вы будете считать, что разговариваете действительно с сотрудником Сбербанка. Но на самом деле это не так. Никогда никому не сообщайте свои личные данные. Какие бы данные у вас не спрашивали. Также обращайте внимание, что если вам звонит городской номер телефона, либо мобильный номер телефона, либо пришло смс-оповещение якобы от Сбербанка с мобильного номера телефона, это 100% мошенническое действие, и вам нет никакой необходимости на них реагировать. Единственное, что будет правильным, вы можете обратиться в Сбербанк по краткому номеру 900 и поинтересоваться по поводу данного оповещения, либо звонка. Не вступайте в диалог с мошенниками, так как там работают действительно профессионалы. Они обладают техниками нейролингвистического программирования и способны принудить вас к тем или иным действиям. Но это не самое главное. Как я уже говорил, сотрудники Сбербанка не связываются со своими клиентами. Но в последнее время была разработана система, которая позволяет злоумышленникам делать звонок с отображением номера на вашем смартфоне 900. И здесь многие на это ведутся, понимая, что с номера 900 могут связаться только сотрудники Сбербанка и что-то вам сообщить. В течение некоторого времени отображение номера 900 может быть заменено на любой другой мобильный номер телефона. Если вы наблюдаете данную картину, вы 100% имеете дело с мошенниками. Также мошенники могут рассказать вам о том, что в ходе существующей утечки вам необходимо перенаправить свои денежные средства на какой-то резервный счет или назвать его как угодно. Делать этого категорически не стоит. И уж тем более не стоит переводить деньги по номеру телефона или что-то в этом духе. Этого делать категорически нельзя, так как это 100% мошеннические действия. На сегодняшний день в полиции огромное количество заявлений на подобные мошеннические действия. Огромное количество звонков приходит разным людям. В том числе неоднократно были совершены подобные попытки мошеннических операций и сотрудникам СОВЛМАШ. Это не единоразовая акция, а она начинает носить уже довольно масштабный характер. Поэтому будьте бдительны, предупредите своих друзей, близких, родственников, коллег о возможной ситуации. Еще раз хочу предупредить вас о важности всего происходящего, потому что, как правило, все заявления в полицию и обращения в Сбербанк после того, как данные мошеннические процедуры были проведены, как правило, не приводят к возвращению денежных средств на ваши счета. Поэтому будьте крайне аккуратны, анализируйте все, что с вами происходит в жизни и не давайте возможности мошенникам зарабатывать шальные деньги. Желаю вам удачи, хорошего дня и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...